Привет всем, меня зовут Дмитрий, вы на канале PandaPlay, и мы с вами продолжаем играть в 60 секунд. Закончили мы с тобой на 25 дне что ли, и там уже и правительство тоже близко, и военные там как бы вроде как есть, и мирные жители вроде как есть, все уже вроде как хорошо, но нужно что-то короче сделать. Нужно что-то сделать, и нужно вот... О, кстати, да, у нас же есть уже и код, у нас уже есть все, у нас есть еда, вода Тимми на вылазке, все отлично. Читаем. Тимми вышел на пустош, мы не знаем, что будем делать, если он не вернется. Снаряжение, соответственно, он с противогазом ушел. Тед Голдин, Тед отдохнул, Долорус, он у нас что-нибудь есть. Так, смотрим, что у нас такое. Голд, истощение. Истощение, это ничего страшного, дай ему подпить водички дадим. Да и поесть, пусть будет, потому что, ну хер ли, тут еды с водой на 10 лет вперед, что-то на то, что Тимми еще упиздовал за следующей порцией пищи и за следующим... Короче, за следующими вот находочками, я думаю, что он еще что-то притащит. Болеет, не в своем уме, усталость, точнее, голод. Так, тебе ничего не нужно. Нам удалось поймать очередное радиосообщение от правительства. Армия готовится к спасательной миссии. Они просят всех уцелевших прибыть в условленное место неподалеку и оставить знак, что кто-то здесь еще жив и здоров. Проблема заключается в том, что мы знаем только географические координаты этого места. Чтобы понять, куда мы должны идти, нам нужна карта. В противном случае, ничего из этого не получится. Это армия получается. Теперь мы по армии пойдем, то есть не с мирными жителями, мы с армией будем как-то разговаривать. Ну, стараться, по крайней мере. Хотя, я думаю, армия с правительством как-то связаны. И, следовательно, ничего особо не поменяется. Хрен его знает, я посмотрю. Посмотрев на карту, мы получили всю нужную информацию. Мы оставили им сообщение в бутылке. Хорошо, большие молодцы. Ты че? Истощение все равно, ничего ему не помогает. Истощение, истощение, голод, жажда. Ничего страшного, будешь жить дальше. Что это было? Как будто помехи на радио. А, они прекратились, и давай попробуем поймать волну. Ну, давай попробуем, главное не сломай. Потому что я знаю, вы очень большие молодцы, вы ломаете постоянно все, просто все ломают, блять. Книжку почитать хотели, поломали книжку. Радио послушать захотят, позломают радио. Ну, вроде нет, вроде бы как оно живо осталось. Ничего, ничего, еще раз ничего. Мы услышали ровным счетом, ничегошеньки. Может, в следующий раз повезет больше? Может быть, может быть. Так, истощение, истощение жажда, да, нет. Так, у тебя че? Голд обезвоживания, на попей. Без сомнения, Шариков может сам о себе позаботиться. И все же его самостоятельность не перестает нас удивлять. Недавно мы обнаружили на его ошельнике адрес. Но вряд ли хозяин все еще жив. Да и на пустоши ничего, нынче небезопасно. Стоит ли нам выйти наружу и добраться до дома по этому адресу? Вообще, по идее, как бы давай. Дождаться дальнейших указаний от военных. И от мирно настроенных. Так, ну пойдем по адресу, посмотрим. Но там, скорее всего, ничего не будет. Потому что, ну, кто там останется? Ты понимаешь, что атомная бомба упала. И, блядь, война там, все дела. И разбомбили все, что можно. А о каких домах вообще речь может идти, ты понимаешь? Не может никаких этих речей даже быть. Взяв с собой нового пушистого друга на прогулку, мы столкнулись с парой мужчин в плащах, ветровых шляпах и темных очках. При виде зверяка незнакомцы свои зубы процедили, что как раз его-то они и искали, и что якобы этот любимый кот их бабули. Короче, они взяли кота и ушли от нас. И Шариков очень был не против того, что его забрали. И, короче, все, больше кота у нас с тобой нет. Вот те, а он вернется сейчас же. Да, жажда, голод, обезвоживание. У тебя что, голодание, на, поешь. Сегодня мы получили таинственную записку, которая нас вежливо просит поделиться своими запасами с другими уцелевшими. Мы не имеем ни малейшего понятия, кто ее написал. Но этот незнакомец намекает, что добро к нам вернется, и наша чадрость будет каким-то образом вознаграждена на супчику. У нас, как бы, еды-то много, поэтому ничего страшного от того, что у нас уже тридцатый день практически. Так что ничего, вообще все отлично. Если вот эта сумасшедшая еще бы здесь не находилась, вообще было бы хорошо. Мы прибыли в назначенное место и увидели, что... А, кто прислал нам письмо. Это были близнецы, брат и сестра. Они заботятся о группе выживших, в основном детей, стариков и раненых. То есть тех, кто не может сам найти себе пропитание. Они рассказали, что разыскивают в городе порядочных людей. Надеясь, что вместе они будут сильнее и обеспечат большую безопасность людям пустоши. Они поблагодарили... Ммм... Чего? Нас и обещали оставаться на связи. Как приятно. И не говори. Так, на одной ногой в могиле. В смысле из-за чего? Истощение, голод обезвоживание. Да ладно, откуда у тебя так все? Истощение, голод. Истощение, голод обезвоживание. Так, еду не ешь. А полбанки пристаю за раз съедать. Не, не по... По четверти. То есть нихрена себе не хватит, насколько их покормить. Так, голод, истощение, голод болеет не в своем уме. Ну, в принципе, ничего не поменялось. Так тебя попить нужно точно? Точно. Едем дальше. Прошлой ночью мы все проснулись от того, что Тед страшно вопил. Он в ужасе повторял, что к его лицу тянут щупальца радиоактивные мутанты. Оказалось, что Мэри Жейн в темноте случайно заехала ему ногой по лицу. Тед кричит, что ему срочно требуется медицинская помощь. Извини, Тед. Аптечка кончилась еще в прошлый раз. И больше у нас ее нет. Оп. Чего, это сейчас такое происходит? Он что, заболел? Нет, не заболел. Ты гляди, он еще живой. Ну, здоровый. Тед и Мэри Жейн отказались извиняться друг перед другом. И перешли к взаимным обвинениям. Тед, похоже, думает, что Мэри Жейн сделала это нарочно. А она утверждает, что это он ударил ее своим лицом по ноге. А не наоборот. Похоже, эти двое сегодня не заснут. Короче, вообще такая ситуация сюрная получилась. Время раздавать запасы. Истощение голод. Истощение голод. Истощение голод, жажда. Все хорошо. В ходе ежедневного пересчета припаса мы обнаружили, что не хватает одной банки с супом. Причем еще вчера она была на месте. Это означает, лишь одно среди нас завелся воришка. Необходимо срочно выяснить, кто стоит за этим ужасным преступлением. Так, да нет, у меня вроде как так же, как и было. Ничего не поменялось. Ну, есть что? Итак, кто с Хилл Суп? Скорее всего, это была Мэри Джейн, потому что, блядь, я буду всех собак на нее спускать. Она потому, что здесь не по своей... Ну, не по моей воле она здесь. Она сама сюда приходит постоянно. Хотя, может, от обиды Тед сожрал. Но ничего страшного, как бы. Мы все равно уже обвинили Мэри Джейн. Вернулся Тимми. Хорош ты мой. Порвал противогаз, сука, своей острой тонкой головой. Весь в батька. Мы знаем, что ты сделал прошлой ночью, Мэри Джейн. Ты нас очень разочаровала, юная леди. Мы растили тебя не для того, чтобы ты воровала еду. А, все-таки сейчас у меня своровали еду, я понял. Сегодня утром мы с удивлением обнаружили, что Шариков в убежище. Понятия не имеем, как он и зачем он вернулся. Интересно, все дело в нашей доброте и заботе или в оптимистичном настрое? А может, в запасах банок с супом? Что ж, поживем, увидим. Смотрим, что тут у нас с тобой. Истощение голод. Истощение голод-жажда. Голод-обезвоживание на ППА. Голод, усталость, истощение. Спи, Тимми, отдыхай. Мы не уверены в том, какая ситуация сейчас на поверхности. Идти на экспедицию рискованно, но мы можем добыть немного припасов. Короче, пойдет сейчас Мэри Джейн. Ночью Мэри Джейн пыталась тайком выскользнуть наружу. Долорес страшно разозлилась, когда Мэри Джейн призналась, что собиралась на свидание с каким-то малолетним бандитом. Она познакомилась с ним во время экспедиции. Мэри Джейн просит разрешение отправить парню записку с извинениями за то, что он не пришла. Разрешите ей это сделать? Блядь, ну... Пускай. Главное, чтобы она не говорила, где мы находимся, чтобы эти бандиты к нам не пришли и не разграбили. Так, все в сборе, собственно говоря. После нескольких часов уступопрашиваний, споров и слез Долора сдалась. Мэри Джейн написала записку своему поклоннику, нарисовала несколько сердечек томатным супом и пошла ее отправлять. Вернулась она сердитая и разочарованная. По-видимому, пока парень ее ждал, его сожрал юнот-мутант. Впрочем, Мэри Джейн сказала, что это даже к лучшему. Все равно ухажер из него был неважный. Да уж, да уж, Мэри Джейн, ты, блядь, такой вообще, это не позавидуешь твоему этому ухажеру-то. Так, голодание, голодание, надо поесть, значит, жажда. Так, еще что у нас тут самое? Обезвоживание, голодание, обезвоживание, голодание. Все хорошо, источение жажды, голодание. На. Так, после тщательной подготовки к сегодняшней вылазке, мы чувствуем себя в полной боевой готовности. Кто сегодня отправится в неизвестность? Держи. И тебе дадим... А знаешь что? Мы не дадим ей ничего, чтобы руки были посвободнее, чтобы принесла побольше. Правильно? Правильно. Так что да, так что вот так мы живем, да. День 33 уже, ты смотри-ка, мы уже, блядь, двигаемся только в путь. 10 минут прошло, а мы уже 10 дней почти прошли. Сейчас мы до полтинничка дойдем быстро. Мэри Джейн вышла наружу, давайте надеяться, что она скоро вернется. Может быть, лучше давайте надеяться, что она не вернется. Блядь, потому что такая подружка нам нахрен не нужна. Тим еще не отдохнул, ну и ладно. Обезвоживание голод на попей. Источение голод. Обезвоживание голод на попей. Во время последней экспедиции мы наконец рассмотрели то транспортное средство, что стоит неподалеку. Это оказался фургон мороженщика. Ржавый, слегка обгоревший, у него нет колес и еще несколько важных деталей. Чтобы ехать отсюда, придется его починить и укрепить, чтобы захватить самую вылазку. Топор. Топор, конечно же, вылазку надо захватить. Потому что, блядь, потому что иначе ты не разберешь машину. И не починишь. Да, топором чинят машины все. Ты просто не знаешь об этом. Мы нарубили веток, сделали из них острые колья и привязали их к нашему транспорту. Дешево, сердито и мусор по дороге можно собирать. Славно повеселились. Правда, увлеклись и случайно сделали кол за одно из топорища. Непонятно, как нам это удалось, но теперь у нашего топора нет ручки. Она торчит среди кольев. Короче, пиздец. Сломали топор. Ну, серьезно, ребят. Ну, это вообще нехорошо. Тимми должен был что-нибудь съесть. Тут кого-то зарезал. Истощение голод. Истощение голод. Устал с истощением голод. Вообще все здорово. До апокалипсиса Тед отлично ладил почти со всеми соседями. В особенности с очаровательной Дженни Макмиллан, которая живет за углом. Недавно встретил ее во время вылазки наружу и даже побечал поделиться с ней припасами. Долорес явно не в восторге. Тед поделится припасами с соседкой. Блядь, ну давай поделимся. А че нет-то? Ну че ты, блядь, ну хуже-то не будет никому же. Это точно 35-й день, мы точно не умрем от голода. С учетом того, что еще Маньенька вон там вернется, которая Мэри Джейн зовут, и она, возможно, принесет нам с тобой еду. А если не принесет, то хрен бы с ней. Ради его че-то там это играет. Долорес пришла в ярость и сказала, что без нее Тед никуда не пойдет. Дженни встретила их и раздала. Али сказала, что ее муж пропал. Он вышел из убежища, чтобы забрать свою коллекцию марок. И больше его никто не видел. Услышав о горе соседки, Долорес немного успокоилась. А благодаря нашим припасам Дженни сегодня сможет накормить своих детей. Видишь, какие мы с тобой молодцы. Мы, блин, благородно поступили по отношению к соседке. Но у нас у самих осталось три с тремя четвертями банки супа. Это как-то маловато. Истощение, голод, жажда. Истощение, голод. Все хорошо, в принципе, да? Да, все хорошо. Мы боялись, что следующего раза не будет на военной. Опять передали нам сообщение. Нам обещают эвакуацию. Но как оказалось при одном условии? По радио сказали, что все уцелевшие должны выбросить огнестрельное оружие, если хотят, чтобы спасли. Мы не знаем, откуда у них такие идеи. Но у нас такое чувство, что наши права нарушают. С другой стороны, существуют ли какие-то права и законы, если каждый теперь сам за себя? Блин, ладно, давай ружье выбросим. Ничего себе машина апокалипсиса. Выбрасываем оружие. Получается, выполняем квест военных. И, возможно, нас военные с тобой спасут. А, возможно, нас просто расстреляют в этом же убежище. Брок, больше про нас никто не вспомнит. Там, вон, слева нарисовали корову с двумя головами. Это, типа, отсылочка к Браминам, наверное, из Фоллаута. Возможно, просто все так представляют животных после ядерной войны. Мы решили действовать согласно приказу. Выбросили ружье. Это было нелегкое решение. Но мы готовы заплатить любую цену за спасение. Конечно, это не значит, что мы никогда не раздобудем новое. Тимис, ну, к вальце. Охрененно он сидит тогда на стуле, ты мне скажи. Пусть садится, пусть ложится. Я не знаю. Истощение жажды голодания. Так, поешь. Обезвожу не голодание. Поешь, попей. Жажда голодания. Блин, а супчик-то остается маловато, маловато. Так, это голодание жажды истощения. Это ничего страшного. Оглушительный грохот. Возглас удивления и побелка, падающая с потолка. Да, утро добрым не бывает. Как оказалось, Шариков нашел себе новую игрушку. Безобидный проводок, вырванный им же из стены. Бог его знает, к чему этот кабель был подведен. Однако все лампочки по-прежнему горят. А значит, ничего страшного не должно было произойти. Или нам стоит отнять провод у нашего пушистого друга. Выясни... А, и выяснить, для чего он нужен. Ну, это в прослушку. Они там сидят, люди рядом с машин. Ой, рядом с комнатой. Я не понял, как они там могут сидеть. Ждем указания от военных. Давай, смотрим за проводком, за этим у Шарикова. Ну, блин, мы уже смотрели. Шариков в шашки хочет поиграть чуть-чуть. Провод тянулся из старого ржавого грузовика у соседского дома. Открыв его дверцу, мы увидели двух обескураженных мужчин в огромных наушниках. Оказывается, они подвели провод к убежищу, пока мы спали. И стали послушивать наши разговоры. Мы устроили им взбучку. А, и вернулись в бункер. Смотри-ка. Этого не было. Было как-то по-другому. Истощение, обезвоживание, голод. На, попей. Истощение, голод. Обезвоживание, голод. Короче, столько воды раздал. Воды куча. Три банки с супом. Нам еще Шарикова покормить придется в конце. Нам бы не помешали дополнительные запасы. Во время нашей последней вылазки мы заметили застрявший во вломках неподалеку поврежденный танк. Да, Тимми. Пускай Тимми идет, смотрит на танк. 12 дней осталось до 50-го дня, и я думаю, что мы выживем. Блять. Мы никак не ожидали мощнейшего взрыва. Обломки с глухим грохотом падали с неба на то, что осталось от нашего дома. Должно быть, это была мина-ловушка, или же там были взрывоопасные вещества. Зачем мы это сделали? Зачем? Все. Тимми, блять, есть не хочет больше совсем. Эээ... Истощение, голод. Истощение, голод. Зато супу точно хватит. Сегодня нам было очень приятно открыть дверь и увидеть лица друзей. Близнецы опять пришли к нам за помощью. Они решили, что одной палатки уже недостаточно, чтобы вместить и группу. Поэтому они решили построить небольшой лагерь. Наша помощь была бы очень кстати, особенно при постройке домов. Не, уж извините, у меня тут аппарата никакого нет. У меня топор сломался. Я из него колышки сделал для машины. Теперь машина в колышках. Так, стучится в дверь. Возможно, это пришла Мэри Джейн. Пизда, Мэри Джейн. Если бы только у нас был топор, мы бы не только помогли строить дома, но и смогли бы защищаться от бандитов. Но как ни крути, в этот раз мы не сможем помочь нашим друзьям. Мэри Джейн должна была уже вернуться. Прошло слишком много времени. Мне кажется, с ней случилось что-то плохое. Ну и как-то я не очень сильно расстроен. Вот Тимми, Тимми жалко, конечно, да. А вот Мэри Джейн, вообще не переживаю за неё. Источение голода, источение голода, жажда. Ситуация на пустошке всё ещё неизвестно. Может быть, рискнуть выйти наружу? Живёшь только раз. Да пока рановато, я думаю. Не к чему сейчас выходить. Подождём. Агенты, которые за нами шпиолили. Теперь стучатся к нам в дверь. Желаю всё объяснить. Стоит ли выслушать? Ну это не военные же. Мы ждём приказов от военных же, а не от каких-то шпионов. Я не хочу с ними разговаривать. Просто сейчас мы с ним поговорим. Может быть, какой-то квест добавится и мы военных пропустим. Фу, нам этими сказками о сверхсекретных агентах мозги не запудришь. Шарлатаны, они... А, шарлатаны, они... Они агенты. Мы послали их на все четыре стороны. И велели не возвращаться. Что такое? А, тэд голоден. Тэд очень хочет пить. Время раздавать запасы. Жажда голода. Стащение, обезвоживание, голодание. Ёфте, ёлки-палки. Ну что ж ты будешь делать? Похоже, что снаружи достаточно тихо. Может быть, безопасно. А может быть, нет. Пока не выйдешь, не узнаешь. Можно Долору, конечно, отправить. Гулять. Но у нас ни противогаза, ни хера нет. Здесь очень мало места. И мы чувствуем абсолютно все запахи. Нас чуть не стошнило, когда сегодня в нашей стене расшатался кирпич и образовалась щель. И через нее ворвался смрад. Ужасный смрад. Будем расследовать, от чего он исходит. Там банка супа будет. Которую мы есть не будем, потому что она будет протухшая. Да-да-да, да, я помню. Мы посмотрели в дыру. В опасении, что на нас может напасть только с когтями, клыками или другими мутированными острыми частями тела. Но мы увидели только дохлую крысу, которая пыталась открыть банку супа. Жалкое зрелище. Мы подумали, что у нас больше шансов, чем у крысы, и забрали банку себе. Крысу мы похоронили в пустой консервной банке. Она это заслужила. Ага. Долорус больше не испытывает жажду. Ну и молодец. Ну, что такое-то? Обезвоживание и голодание. Блин. Давай, Долорус, отправим. У нас целое множество дальних родственников. Но никто бы нам не был так дорог, как тетя Ада. Она живет в деревне, поэтому очень даже возможно, что она до сих пор настраивает свою машину для подсчета коров. И не думает о том, что ядерная бомба могла упасть на ее курятник. Жаль, что у нас нет ее фотографии. Или все-таки есть. Не так давно, после того, как разлили большую чашку кофе, мы положили несколько фотографий просушиваться в книге. Кстати, мне кажется, бойскаут вот этот вот, они порвали же. То есть серия, нет? Мне кажется, что порвали же. Ведь они с Тимми и Долорус с Тимми соревновались. Ну ладно, мы с тобой... Зато у нас с тобой есть те фотографии тети Ады. И она теперь будет ближе к нашему сердцу. Мы так и знали. Фотография нашлась между страницами руководства войскаута. Замечательная книжка. Долорус не ел некоторое время. Тед больше не хочет пить, когда Тед Голдсу не урчит живот. Когда там военные, что будут нам рассказывать? Истощение Голдс? Истощение Голдс. Остальные умерли. Мы довольно оптимистично настроены в отношении сегодняшней экспедиции. Осталось только выбрать подходящего человека. Ну конечно, уже вот этот вот человек пойдет. И брать-то особо с собой нечего, ты понимаешь? Вот что. Пускай идет так. Хотя можно с водой отправить ее. Пусть с водой идет. Воды у нас достаточно с тобой. И поэтому ничего страшного не произойдет, если она ее потеряет. 43-й день. Мы с Тедом и Шариковым сидим в убежище. Одинокий. Бедный, несчастный. Долорес на пути к поверхности. Будем надеяться, что она вернется в целости и сохранности. Я тоже так надеюсь. Время раздавать запасы. Истощение Голдс. Все хорошо у тебя. Похоже, Шариков полюбил играть с шашками. Когда в убежище становится тихо и скучно, кот принимается скидывать их со стола. Прожигая взглядом любого, кому не посчастливится оказаться рядом. Звук постоянно падающих на пол шашек начинает действовать на нонервы. Не пора ли убрать игру куда подальше? Или позвольте ему играть с шашками? А вот, что нет, да? Тут два вопроса, блядь. Они друг друга исключают. Не пора ли нам убрать игру куда подальше? Да. Или позвольте ему играть с шашками? Да. То есть, что да-то, блин? Я хочу убрать игру куда подальше. То есть, если это на этот вопрос ответ, да, то спасибо. А если нет, то тогда вообще какая-то странная ерунда. Это я убрал или он их роняет? Убрал. Хорошо. Шариков не на шутку увлекся игрой. Он проглотил несколько фигурок и поцарапал доску. А значит, больше мы сыграть в шашки не сможем. Придется снова удовольствоваться игрой камень-ножницы-бумага. Атомная бомба. Когда Тед голоден, он уручит живот. Ты, блин, понимаешь, что я, наверное, и на тот вопрос ответил. Ну, то есть, очень странно. Раз у Шариков теперь считает наше убежище своим домом, мы можем попытаться наладить с ним контакт. К примеру, можно взять его на руки или почесать за ухом. Обычно к этому такие знаки внимания нравятся. Надеемся, что и Шариков не исключение. С другой стороны, любая попытка дотронуться до кота может стоить нам жизни. Попробуйте поиграть с ним. Я думаю, что... Я не помню, что я тогда ответил. Я, по-моему, ответил да. И он как-то, по-моему, агрессивно все это воспринял. Наверное, просто стоит по... Да давай почешем кота, хрен ли не... Ну, блин, кот, это в конце кот... Кот, это же не собака какая-то огромная с зубами и с клыками. Это же просто котик. А я поцарапанный, пиздец, все. Но бинты нашел где-то, видишь, обмотался. Нам удалось почесать кота за ухом. Хоть после этого он избежал от нас в панике. Оказалось, он очень мягкий и приятный на ощупь. Говорят, что гладить пушистых животных полезно для душевного здоровья. И если честно, нам и впрямь стало чуточку веселее. Кому вам-то ты один здесь? И кому только в голову пришла эта безумная идея? Это же дикий зверь, его невозможно укротить. И в итоге мы с ним только нанесли друг другу физические и душевные травмы. Одно нам понятно точно. Больше мы к нему не на шаг. Тед был ранен. Вот тебе, здрасте. Ушиб, обезвоживание, голодание. На, поешь, попей. Военные опять сделали заявление по радио. Армия уже близко. И они просят выслать по одному человеку от каждой группы уцелевших, чтобы встретиться с ними. И описать ситуацию. Это звучит немного подозрительно. Надеемся, у них благие намерения. Честно говоря, других вариантов у нас нет. А значит, нужно кого-то отправить. Ну, бля, и кто у нас? Тед пойдет? Если так, то это, блядь, самое глупое будет сейчас. Действие. Мы успели навстречусь и очень старательно отвечали на все вопросы солдат. Надеемся, мы оправдали их ожидания и произвели хорошее впечатление, несмотря на наш потрепанный вид. А, это шрамы от кота. Так, ушиб, истощение, голод. Все хорошо. Сегодня у нас были очень необычные гости. Один из них ударял камень о камень, издавая напоминающий лошадиный голоб звук. А второй притворялся, что едет верхом на этой лошади. Они сказали, что ведут чрезвычайно важные поиски в надежде найти волшебный кубок. Но, к сожалению, потерялись на пустоши. Не, я им не дам карту, они мне ее сейчас порвут. Хотя, я просто жду теперь. Держи карту. Что же мне теперь сделать-то? Так. Топор. Может, они и ненормальные, но наверняка безвредные. Поэтому мы позволили им посмотреть на нашу карту. И правильно сделали. Они проявили необычайную щедрость и подарили нам топор. По их словам, это волшебное боевое оружие. Но, на наш взгляд, это обычный топор. Неважно, главное, что он острый. Отлично, топор есть. Источение, ушиб, голод. Кот шипит, поглядывая на нас и наши припасы. Мы знаем, что... Мы не знаем, любят ли кошки суп. Но сегодня это единственное блюдо в меню, пока... Короче, нужно поделиться с ним томатным деликатесом. Поешь, котик. Мы с тобой уже решили, что будем кормить кота. Потому что в прошлый раз мы его не покормили. А в этот раз покормили. Смотри, какой довольный. Мордах какой довольный. Надо будет его на превьюшку растянуть. Хотя, блин, здесь вот что, не вырезай на превьюшку. Оно, блин, такое шакальное качество имеет. Да, я прям серьезно тебе говорю. Я вот пытался увеличивать. Там такая ужасная картинка становится. Этот обормоз сожрал целую батонку меньше, чем за минуту. Не оставив ни капли, а после забылся долгим крепким сном. Наконец-то мы отдохнем от него. Короче, все хорошо. Источение, ушиб, голод, жажда. Все хорошо. А когда мы слышим стук в дверь, решаем открыть... И решаем открыть Ли. У нас всегда поднимается давление. К счастью, в этот раз это были не кровожадные грабители, а наши друзья-близнецы. У них большие планы вместе со своей группой. Наши друзья решили построить несколько домов, которые станут их новым лагерем. Если у нас есть топор, то мы могли бы помочь им в строительстве. Давай. Я помогаю близнецам и дожидаюсь прихода военных. То есть у меня, в принципе, два квеста я сейчас выполняю. И я, по сути, и мирным жителям помогаю, и военным. Я вообще всем помогаю. Я вот такой, блядь, молодец. Такой щедрый. Долорес ушла навсегда. Мы провели с работой полдня, но порубили все, что было нужно, и даже больше. Все нас искренне благодарили и поджимали руки. Как приятно помогать другим и вместе работать. Надеемся, скоро мы сможем навестить наших друзей в их новом доме. Какие-то незнакомцы лазят по обломкам нашего дома. Мы послушали их разговор о женщине, которую недавно схватили. Все указывает на то, что это Долорес. Как жаль. Ушиб, истощение, голод, обезвоживание. Да и поешь тоже, уже 49-й день. Мы слышали разговоры снаружи. Уверены, что это банда грабителей. В данный момент выходить на пустошь очень опасно. Я и не пойду. Мы как раз доедали свой ужин, если это можно так назвать. Как услышали, стук в дверь. Кажется, это торговец. Он очень заинтересован приобретением патронов. Что скажем? Ничего мы ему не скажем. Потому что у нас все хорошо. Короче, мы дожидаемся прихода военных. И дожидаемся ответа какого-то приказа от мирного населения. Патроны продавать не буду. Хоть у меня и ружья-то нет вовсе. Но все равно как-то 50-й день. Ждем чего-то. Было видно, что незнакомец расстроился. Но это уже не наши проблемы. Когда наступает конец света, то смириться с тем, что жизнь жестока. Нужно смириться, да. Истощение, голод и вагонии. Офигеть. Мы слышали разговоры снаружи. Боевая готовность. Снаружи стоят какие-то люди. Они пришли не с дружеским визитом. Точнее, они пообещали нам кровавую расправу как минимум 17 раз за последние 5 минут. Нам надо занять оборонные позиции. Так как они могут ворваться в любую минуту. Замок. Блин. Такой себе. Ну и топором я с ними не расправлюсь. Давай замок повешу. Блять. Меня, по-моему, причпокнули, да? Нет? Смарик, еще живой. Мы не надеялись, что небольшой висячий замок сможет остановить грабителей. Но этого оказалось достаточно, чтобы им помешать. Похоже, они изрядно попотели, пытаясь выломать дверь. Но в конце концов отступили. Жаль только, что замок теперь сильно поврежден. Нам нужно придумать новый способ защиты от бандитов. И других проголодавшихся дикарей. Блин. Я надеюсь, что такого не будет. Давай его кормить, поить. Мы слышали звуки стрельбы и крики. Очередные бандиты контролируют квартал. Выходить наружу сейчас слишком рискованно. Мы не пойдем никуда, потому что он сдохнет. Мы оказались в ужаснейшем положении. Наши запасы заканчиваются. Никто от нас не позаботится, кроме нас самих. Мы точно знаем, что у нашей соседки было убежище в люке, которого был сломан замок. И что там могут быть какие-то запасы. Конечно же, она могла успеть спрятаться там с детьми. Но нам нужен провиант. Нет, мы не пойдем к ней в гости. У нас ничего не заканчивается. Я один, у меня две банки супа. Я могу еще недели-две прожить. Стучит кто-то в дверь. Интересно, кто бы это мог быть. Мы не разбойники. Да, нам нужны запасы, но не за счет других людей. Мы их не беспокоили. Человек, который забирает у другого человека томатный суп, недостойный этого супа. Давайте надеемся, что все остальные люди такие же добропорядочные, как наша семья. Да, я очень на это надеюсь. Истощение голод в агонии. На, попей. Сначала мы думали, что это гроза, но потом поняли, что кто-то очень громко стучит в дверь. Кто-то очень сильно ненавидит эту дверь. Или очень хочет, чтобы мы ее открыли. Открывать? Конечно, да, открывать. Мы же ждем военных. А они сильные, значит, на них сильный стук. Конец. Здрасте, убили, что ли? Блядь. Блядь. Серьезно? Ой, блин. Мы открыли дверь в ожидании увидеть дружелюбные лица, но, к сожалению, нас избили, связали и оставили. Наблюдать, как банда мародеров грабит наш дом. И хоть мы редко думаем о нашем убежище, как о доме, сейчас это какой-никакой, но дом. Все наши запасы были разграблены. Они не оставили ничего, кроме пары сломанных безделушек. Мы не знаем, как теперь выжить. Все. Издерики. Очень жаль, что именно так все заканчивается. Дэд был серьезно ранен. Инфекция забрала жизнь. Мы провели 53 дня в убежище. На этом мы с вами прощаемся, потому что... Потому что игра закончилась. Спасибо всем за просмотр. Комментарии обязательно пиши, поставь лайк. Мы увидимся с тобой в других видео, в других игрушках. Может быть, даже в этой игре, но я не думаю. И всем до встречи, и всем пока.